Все это произошло во второй половине дня, как выглядела первая половина в Верховной Раде и чем она не закончилась. Подробнее Валентина Левицкая. С утра в парламенте обстановка накалена до предела. На повестке дня тот самый пакет евроинтеграционных законопроектов. Региональный о выборах народных депутатов, оппозиционные варианты лечения осужденных за границей и президентский о прокуратуре. Проголосуют или нет? Интрига остается до последнего. Еще надеются на договоренности и евронаблюдатели Кокс и Квасневский. Зал полон. И сразу же без долгих дебатов на голосование ставят изменения к закону о выборах народных депутатов. И дружные 365 голосов за. Дальше законы о лечении осужденных целых шесть вариантов. Дискуссия на повышенных тонах. И безумовно недолугий закон, что касается лечения Юлии Тимошенко. Потому что Юлия Тимошенко не чинила никакого злочина. Я информую представителей Киева, как раз Европы. Вы примушаете Верховную Раду Украины сегодня принимать то, что вам выгодно. И вот ключевой момент. Шесть голосований подряд и ни один закон не принят. За освобождение Тимошенко регионалы не голосуют. Кроме одного. Нестора Шуфрича. Будь ласка, не пускайте их в Европу. Нехай шуруют умытный союз. Какая-то дивная истерика в этом зале и неподкупная радость на ваших обличках, что это вопрос сегодня уже не будет рассмотреться. У нас остановлены все заводы на востоке Украины. И когда мы столкнулись с рисками довольно серьезными экономического характера, на все мои вопросы к представителям миссии Кокса Квасневска, я не слышу ни одного ответа. Продолжаем, продолжаем. Миссия будет продолжаться? Продолжаем, да. Продолжаем. Завтра будем все с вами. Но уже вечером они заявили, завтра в парламент не придут. Не видят смысла. Валентина Левицкая, Анна Панова, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова